Дорогие друзья, мы продолжаем передачу авторскую программу Яна Йоффа «Странички Америки». В этом сегменте Ян любезно согласился ответить на вопросы. Номер телефона в студии 847-400-5200. Уважаемый Ян, если вы не возражаете, у нас уже есть телефонный звонок. Давайте. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, господин Ян. Если вы позволите, я чуть-чуть дополню, причем это не моя идея. Это я раз в 17 прочитал Тору, хожу в синагогу. Там очень важный момент. Когда евреи прошли 40, грузляли 40 лет по пустыне, их Бог кормил, поил, все было в порядке. Когда они пришли к Иордану опять через 40 лет, Господь в 5 книге в главе Мешпатим дает евреям проклятие и благословение. В проклятии он говорит, вы переходите в Иордан, перед вами земля, которую вам предстоит заселить и обжить. Так вот, если вы будете исполнять мою волю, если вы будете моим народом, у вас не будет ни войн, никто вас не победит, у вас будут реки, текущие молоком и медом. Это благословение. А потом проклятие. А если вы нарушите связь со мной, если вы не будете следовать тому, что я вам говорю сейчас, я вас смету с этой земли, я вас расселю среди других народов, и они будут преследовать вас, вам не будет нигде жизни, вы будете есть плоть своих детей. Ну, в общем, страшные проклятия. И мы вот здесь еще, это уже моя мысль, и я думаю, что вы со мной согласитесь, вот это начало антисемитизма. И не надо нам обижаться на господ антисемитов, они сами не знают, что делают. Ну, это воля Бога, Он нам это сказал. Теперь начнем. Давайте так, я и вынужден перебить вас. Я прекрасно понимаю, что вы ходите в синагогу, слушаете, но у нас немножко передачи сейчас, не об этом у нас сегодня, передача о Писахе. Значит, ваша, кстати, заключительная фраза абсолютно неверна, но так как у меня нет времени вдаваться с вами в дискуссии, я просто скажу, значит, ваше выражение, что вот оттуда начинается история антисемитизма, не соответствует действительности. Вот. Давайте я продолжу. Продолжу. Пожалуйста, Ян, продолжайте, пожалуйста. Когда Моисей поднялся на вершину горы Синай, вот среди раскатов грома и сверкания молний, народ услышал десять заповедей. Эти заповеди весьма и весьма просты, но они явились краеугольным камнем всей западной цивилизации. Что за это за десять заповедей? Единство Бога, запрет и долопоклонство, соблюдение субботы, уважение своих родителей. Не убей, не распутничай, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай ничего, что принадлежит другому человеку. Простые слова для простых людей, высокие заповеди, веры, добра, справедливости. Моисей оставался на горе сорок дней. Чтобы увековечить учение, полученное на Синае, Моисей начертал эти заповеди на двух каменных плитах скрижалях, которые должны были храниться среди евреев как святыня. Так у подножия горы Божией Хар-Ха-Илохим народ услышал те беспертные заповеди, которые и сделались краеугольным камнем веры. Тут начинается переход от смутной естественной религии патриархов к ясной общественной религии Моисея. Бог Яхве является владыкой не только природы, но и человеческой жизни. Он не только Бог Вселенной, но и Бог Израильской нации, имеющий определенное имя. Яхве, Ягова, Я, Я есть, который есть, Я Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Это первое запивайте. Пейсах до него осталось совсем немного, десять дней. Есть время подготовиться к празднику, очистить дом от хамец, квасного хлеба, подготовить запасы мацы, разделить посуду для молочного и мясного. Вначале посувор был сельскохозяйственным праздником. Начало уборка ячменя в Израиле и первого приплода ягнят. Вдрением Ханани его отмечали в то время пекли лепешки из ячменя, ели горькие травы, приносили жертву богам ягненкам. Ну и сегодня кое-что из той глубокой древности сохранилось. Вместо ячменевых лепешек маца по-прежнему на столе и мясо ягненка, и горькие травы, правда, сегодня их заменил хрен. На сладкое подают смесь виников, вина, яблок, орехов и меда. По форме как-то напоминает кирпич. Это тот строительный материал, который евреи и рабы в основном использовали для строительства храмов и пирамид. Ну и, конечно, обязательно четыре бокала вина. В шестой главе исхода Бог обещал израильтянам сделать для них, для своего народа пять вещей. Первое. Вывести народ из Египта, спасти его, искупить грехи народа и сделать этот народ моим народом. А вот один бокал на столе стоит для пророка Элия, Ильи, который по традиции должен провозгласить приход Мессии. Поэтому евреи и приглашают его за стол в исполнение пятого обещания Бога «Приведу вас в землю обетованную». Это обещание, как и предыдущее четыре, исполнилось. Осталось нам только ждать последнего обещания прихода Мессии. Вот что интересно. Ну, это такая краткая история Пейсаха. Вопросы религиозные, вот в чем они интересны. Смотрите, сама пятикнижная Моисея, все эти книги, ну, они не такие большие по размеру. А вот уже толкование на эти книги Талмуд составляет двадцать тысяч страниц. Вы к чему я это говорю? Я говорю, что в религии как и в философии так уже огромное поле для толкований. Люди многие, ну, вот он где-то знает что-то, кто-то что-то сказал, и вот люди это воспринимают как буквально. Вот он слышал этот момент, ему так это разъяснили, человек воспринимает. Но в действительности интерпретация, религиозная интерпретация обширна. нету единственного подхода. Тут важно понимать суть самой религии, суть вот того, с чего я начал сегодня передачу, что Бог, он не требует от человека, это хорошо, когда человек ходит в синагогу и соблюдает праздники, соблюдает обряды, и там или как мусульмане пять раз в день падает на колени, и молится в сторону Мекки. Обрядовость, внешняя обрядовость, никто ее не отрицает, она нужна в любой религии, но суть религии совсем не в этом, суть религии во внутреннем усовершенствовании человека, в том, что существует что-то высшее, которое устанавливает высшее понятие морали, справедливости, честности, добрых дел и прочее, и вопрос настоящей глубокой подлинной религиозности заключается именно стремление к человеку вот к достижению таких идеалов. Понятно, что в земной человеческой жизни все эти идеалы, все эти, они недостижимы, это все понятно, мы люди, мы грешные, мы смертные, и за всеми вытекающими делами, но если у человека есть стремление к этому, если он осознает, что есть над тобой какой-то есть, как Пушкин сказал Лермонтов, есть высший судья, и он ждет, тогда у человека, у него вступают очень многие какие-то реакции, он нажимает на свои тормоза, вот не положено, не укради, значит не украду, не убей, значит не убью, и так далее, ведь 10 заповедей такие простые, такие ясные, но настолько четкие, и конечно даже вот эти заповеди, 10 заповедей, никто не соблюдает люди в регулярной жизни, а это нужно, поэтому очень важно понимать суть самой религии, религия учит человека добру, существование понятия высшего, высшего, высшего существа, в руках которого собственно говоря есть человеческая жизнь, он человеку дал ее как подарок, вот осознавание того, что наша жизнь это подарок, и если подарок тебе же дам на какое-то определенное время, вот я еще хочу до православной Пасхи еще немножко поговорить о христианстве, о том учении, которое говорил Иисус Христос, вопрос же заключается в религии именно осознавание вот этих высших моральных ценностей, и это очень важно для понимания и для празднования, так что я хотел бы чтобы вы именно эту часть поняли, не внешнюю, вы можете, ведь конечно религиозные книги и Тору, или там Новый Завет нужно и читать, вообще слово читать здесь не подходит, эти книги, которые, они требуют изучения, потому что там-то весь секрет этой религионы связан в таких мелких деталях, и конечно важно ходить в синагогу, и хорошо если вам попался грамотный умный там раби, который может объяснить только не догматически, только ведь современные, вы смотрите, перечислено 613 заповедей, ну разве эти 613 заповедей даже самый правоверный еврей даже может отмечать, вот евреи заходят в синагогу одевают на головы кипу, ну все казалось бы хорошо, но если я вам сейчас скажу, кипа-то это явление новой в иудаизме, оно появилось почти что в конце средних веков, а до этого никогда евреи на голове никакой кипы не носили, с чего же это появилось кипа, а вот очень просто, что католические кардиналы, вы знаете, они на голове носят вот эту красную шапочку, которая которая ну является как раз признаком кардиналства, ну многие евреи стали тоже хотели показать и тут же сразу немедленно появился закон папы запрещающий евреям категорически носить на голове вот этот головной убор напоминающий кардинальскую шапочку, ах запрещающие, ну так вот вам, если вы нам запрещаете, будем носить, и они одевали эту кипочку, а сверху одевали вот эту, знаете, как носят ордоноксальные евреи шляпу, то есть многие вещи, которые вам сегодня кажется, что это было всегда испокон веков, ничего подобного, религия этого и обрядовость она всегда меняется, и человек приспосабливается при всем желании сегодня соблюдать, что вы возьмите ту же самую Тору, возьмите первый раздел Агрикалча, ну кто ж сегодня будет соблюдать те заповеди ведения сельского хозяйства, которые были три тысячи лет назад, конечно нет, мир изменился, и человек меняется к окружающему миру, вот тут важно понимать суть этого дела, я прощаюсь с вами, значит, впереди у вас праздники, и желаю вам хороших, счастливых праздников, всего вам доброго. Спасибо огромное, Ян, взаимно, также хороших, добрых праздников, и обязательно услышимся на следующей неделе, а пока будьте здоровы, дорогие друзья, оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересного. субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok